Итак, дорогие друзья, доброе утро. Всем ботертов, хеллоу, бонжур, доброго ранку. Подключение к сети, подключение доступно. Так. Хорошо, да? У нас сегодня 242-й урок. Очень важная тема. Сегодня вообще самая, можно сказать, важная тема, которая только есть. Я даже думаю, может книжку написать на эту тему. Потому что это одна из трех основ счастливой жизни. Одна из трех основ счастливой жизни – это взаимоотношения. И, значит, как раз сейчас все собираются, и мы будем изучать, кто найдет доблестную жену. Цена ее намного выше, чем жемчуг. И какой она должна быть. Вот мы сейчас узнаем, какой она должна быть, и можно прямо сделать книгу на этот счет. Прямо для мужчин, чтобы знали, что искать, а женщины, чтобы знали, что в себе развивать. Вот сейчас мы будем узнавать, что должны женщины в себе развивать, и что мужчины должны искать. Так, хорошо. Готовы? Все, поехали. Значит, начинается с того, что Я даже могу в книгу не смотреть, потому что эту песню каждую пятницу уже 20 лет я религиозный. 20 лет я ее пою. Кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг. Значит, ну, здесь надо обратить внимание на доблестное слово, да? Что такое доблестная жена? Сейчас мы узнаем. И почему цена ее намного выше, чем жемчуг. И ее надо искать, да? Мимца. Кто ее найдет? То есть, кто ее найдет? Тут вообще интересно, что Тора, когда говорит про женитьбу, использует несколько интересных таких вот метафор, сравнений, объяснений. Первое объяснение, что когда человек рождается, у него уже есть с неба как бы подготовленный бензук, бадзук. То есть, он уже, люди рождаются парно. То есть, уже есть. Но, но, дальше, дальше человек, дальше человек, он своими, ведь у каждого же из нас есть свой потенциал. И кто-то реализовывает этот потенциал, кто-то не реализовывает. Представьте, что вот родилось два человека, которые подходили друг к другу. Прямо подходили идеально. Две половинки целого. Но, он, значит, начал бухать, а она начала колоться. И все, значит. А уже алкоголики с наркоманами, они никак, они не друзья. У них разное мировосприятие. Ну, это я утрировал немного, да, утрировал. Но, тем не менее, понятно, что человек, когда он в своей жизни, на нем ответственность за, как он реализовывает божественные, божественные возможности, которые в нем есть. Значит, и тот, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг. За жемчугом в то время ныряли. И жемчуг это очень красивая вещь, которая, которая имеет красоту сама по себе. То есть, не потому, что кто-то делает его красивым или объявил его красивым и так далее. То есть, жемчуг это вещь, которая красива сама по себе. И дальше, в одиннадцатом отрывке объясняется главный параметр, который должен присутствовать в доблестной жене. Вот Аня, да, сейчас она приготовилась записывать. Приготовилась записывать, значит, главный параметр, который должен присутствовать в доблестной жене. Ну, и как, я думаю, что в доблестном муже тоже. Звучит так. Батахба левбала вешалаль ло ексар. Значит, уверен в ней, уверена в ней сердце мужа ее. И шалаль, это добыча, это, ну, в общем, добыча, да, не будет у него недостатка ни в чем. Вот тут очень интересная вещь. Что значит, уверена в ней сердце его? Я недавно прочитал книгу, я считаю, что это, ну, я ее еще не дочитал. Но мне очень понравился подход, подход к отношениям. То есть, в этой книге рассказан подход к отношениям такой, что у человека, когда он рождается, у него есть связь с матерью. И эта связь разрывается. И он, как бы, чувствует себя в этом мире одиноким и брошенным. И у него нет, ну, особенно если бывают дети, которые, например, там, у них нет родителей, они в детдомах. Они даже умирали, когда от того, что им необходимо было, вот это вот ощущение близости с человеком, с кем-то в этом мире, да, в котором он может быть уверен. И так как для ребенка эта близость, это вопрос выживания, то вот эти вот чувства, когда человек кого-то любит и с кем-то соединяется, то это как вопрос выживания, да. То есть, оно прямо внутри прописано, что это вопрос жизни и смерти. И дальше, когда человек с кем-то вступает в союз, жизнь совместная, да, он ищет вот этого вот, чтобы он был в ней уверен, чтобы у него было, ну, что он может на нее 100% положиться. Чтобы уверенно было в ней его сердце. И если оно не уверено, то это накладывает отпечаток на все остальное. Теперь, а что такое шало льо эксар? Да, приводит, Малбин приводит такой интересный комментарий, хотя он, опять же, он очень, как все комментарии, есть много граней у истины. Он говорит, что женщины относятся к деньгам по-другому, чем мужчины. То есть, мужчина, он деньги заработал, и он относится, у него другая система координат. Он не понимает, как можно потратить там все деньги на какое-то красивое платье, он не понимает, как можно, ну, и так далее. То есть, у мужчины одно отношение к деньгам, и женщины бывает, бывает, хотя в туре есть в другом месте написано, что наоборот, что женщина, она сохраняет деньги, и она, наоборот, более жадная, чем мужчина. Мужчина готов там все раздавать, друзей в дом приглашать, что женщины, они наоборот, все только в дом, детям и жадны. Но на этот именно отрывок, что не будет недостатка ни в чем, Малвин говорит, что наоборот, женщина, она имущество разбрасывает, а мужчина нет. Но тут не важно, на самом деле, не важно, в каком аспекте у них могут расходиться мнения. Важно, или вот это вот расхождение мнений вызывает у него неуверенность в ней, или не вызывает. То есть, самое главное в отношениях, чтобы было ба-так-ба, то есть, чтобы было уверенно в ней его сердце, что они одно целое, что она его не подведет, не бросит там в тяжелый момент, не скажет ему до свидания, и, значит, не уедет в Гагры с этим самым, с режиссером. Помните, был такой фильм, Иван Васильевич меняет профессию, и как жена этого Шурика уехала в Гагры с этим самым, с режиссером. Хорошо, значит, первое, что нужно в отношениях, это уверенность во второй половине, что он не бросит, не оставит в стопроцентной преданности. Этого очень тяжело добиться, и это очень легко потерять, потому что человек трактует как обиду, в принципе, можно любое трактовать как обиду, да, то есть, когда отношения начинаются, это там полное слияние, все, а потом бах, значит, мусор не вытянул, значит, не любит, и начинается, начинает пилить, например, она его начинает пилить, добиваясь внимания, а он начинает, он начинает возмущаться, ну и так рушатся семьи. Сейчас очень много семей, они разрушаются, и дети, не дети, вот тот же, например, Роман Абрамович, да, он женился там уже третий раз, он женился или развелся, неважно. Важно то, что в какой-то момент вот эта уверенность во втором человеке, она пропадает, а она является главным клеем, и если этой уверенности нет, то все, все остальное не держит. Понятно, да? Вот эта вот уверенность, ба-тах-ба-лев-ба-ла, уверен в ней сердце ее мужа. И шалаль-ло-эф-сар, и тогда не будет недостатка ни в чем, потому что, как мы уже в Мишле учились, когда двое, двое человек, им намного во всем легче, веселее, теплее, там и так далее, если есть хорошее отношение. Но если у них нет неуверенности, каждый в другом сомневается, то, если уже эта трещина идет, то, конечно, уже все. Она не может называться доблестной женой, это отношения нет. Двенадцатый отрывок. Гмал-ты-у-тов-вэ-ло-ра-коли-а-мэ-ха-е-я. Значит, объясняется, как добиться вот этого уверенно в ней сердца ее мужа. Двенадцатый отрывок звучит так. «Воздает ему добром и не злом все дни жизни ее». То есть, она воздает ему добром, а не злом все дни жизни ее. Значит, как обычно происходит? Один человек делает другому какое-то действие. Или вот он делает какое-то действие. Второй человек это действие трактует, исходя из своей какой-то системы координат, и отвечает ему чем-то. Так доблестная жена, она отвечает ему только добром. То есть, даже вот он пришел, например, с работы поздно и уставший, и она могла бы обидеться, да? Она могла бы обидеться, устроить скандал и так далее. А она ему воздает добром, а не злом. Что она делает? Она говорит, да, дорогой, я понимаю, что ты устал. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Давайте там чайку сделаю или еще что-то. Есть известная история про жену Любавического Рэбе, которая вот во сколько бы он ни приходил, он приходил в 2 часа ночи, в 3 часа ночи с приема людей. Он занимался общественными нуждами Любавического Рэбе. Жена никогда не ложилась спать, пока он не придет домой. И она его ждала, давала ему что-то покушать перед сном. Сидели они, беседовали, и значит, после этого она только ложилась спать. Это называется доблестная жена, которая воздает ему только добром и не злом. То есть даже если ей кажется, что он делает зло, то она ему воздает добром. Здесь очень вот этот вот момент, мы много раз в Мишле изучали, как бы в мире есть источники зла. Вот эти вот источники зла, они, почему они источники зла? Возможно, в детстве их обидели, бросили. Значит, какие-то, ну вот человек делает зло, только если ему внутри очень больно, если у него есть зло внутри. И вот эти вот источники зла, они ходят, и они, значит, того обидели, того обидели, того обидели. И в итоге человек может или он зажигается от этого и начинает переносить это зло как вирус, да, такой, или бывает, что есть такие люди, цадики, они источники добра, они наоборот, то есть они не воспринимают зло и они наоборот создают добро. И вот в этом мире есть как бы источник зла, источник добра и люди средние, которые являются реактивными людьми, которые реагируют. Если его накрыло, с утра ему кто-то улыбнулся, там, как-то что-то хорошее сказал и так далее, зажегся, зажегся на добро и начинают распространять добро. Другого человека с утра ему наступили на ногу, там еще что-то, его как-то зацепили и он реактивно начинает распространять зло. Так вот эта вот доблестная жена, она воздает ему, своему мужу, добром и незлом все дни ее жизни. Вот это важная тоже фраза, то есть без исключения, никакие там циклы, не циклы, ничего ее не сбивают с воздавания добром своему мужу. Все, вот это надо, женщина, она женщина, в ней как бы заложено вот это вот больше мягкости должно быть, мягкости и так далее. И мужчина, иногда он приходит с работы, с войны, да, потому что зарабатывание денег, оно сравнивается с войной, реально как это тяжело. То есть ты все время борешься за вот этого мамонта, уже сколько лет Бог так сделал, написано, что Бог дал мужчине проклятие, в поте лица будешь есть свой хлеб. Это проклятие, то есть ты как бы должен все время работать, бороться и так далее. И вот приходит муж домой, а жена, которая женщина, мать, она должна быть по идее мягкая и пушистая, а она на него начинает наезжать вообще все. Это не по тексту, значит по тексту она ему воздает добром и незлом все дни ее жизни. Дальше. Теперь чем она занимается все дни ее жизни? Тринадцатый отрывок нам дает перечисление, чем занимаются доблестные жены, значит, Дарша Цемер Упишкин, значит, она, доблестная жена, она, раньше они пряли, и она, значит, придет, придет шерсть и лен в этаз бхэфэцкапия и заняты работой ее руки. То есть женщина, она в пределе, то есть у нее есть, она так создана специально, да, мультизадачная, мужчина не мультизадачный, мужчина, он более такой сфокусированный, он сфокусирован вовне, на добычу там, на еще что-то. Женщина, она по идее, по устройству, как оно должно быть. Она мультизадачная, она по дому с детьми, то есть ее мозг так сделан, что он легко переключается, и она может одновременно, тут она одной рукой, лен, тут она одной рукой в шерсть придет, тут она другой рукой лен, в этаз бхэфэцкапия, и вот моя жена пришла, Ариф Капиндусевич, да, вот она как раз успевает много всего сделать, и одновременно еще урок Торы посмотреть. Как раз это, это называется мультизадачность, мультизадачность. Теперь дальше, значит еще раз, чем она занимается? Она занимается, интересно в Талмуде, когда приводится история, что важнее, спрашивает Раби Акива, что важнее, зерно или хлеб? Так, зерно, это как, это Бог сделал из земли, выросло зерно, но если из этого зерна не сделать муку и не спечь хлеб, то зерно само есть невозможно. И здесь вот интересно, так сделано разделение функций, что мужчина, он должен принести зерно или принести мамонта, ну не мамонта, мамонт не кошерный, принести там какого-нибудь кабанчика, да, кабанчика, кабан тоже не кошерный. Он должен принести заготовки, а жена, она из этих заготовок, она может создать более мелкой такой моторикой, да, мелкой работой. Она из шерсти, она сделает нитку, потом сделает ткань. Из льна она сделает нитку, сделает ткань и все время заняты какими-то делами, предметами ее руки. Дальше, четырнадцатый отрывок, чем она еще занимается, эта проворливая, вот пишет Аля Бигулатова, проворливая, не проворливая, как-то по-другому это слово звучит. Проворная, проворная жена, да, доблестная. Еще чем она занимается, а это Каньо Цохер, она значит, она как корабли купцов, мимерхак тави лахма, она издалека приносит свой хлеб. То есть, она еще и занимается торговлей. Вот это интересная женщина, да, такая. Царь Соломон нам говорит, что женщина, она еще должна заниматься торговлей. Торговлей, и мало того, торговля близкая, она должна международной торговлей заниматься, как корабли купцов, которые издалека приносят хлеб. Почему? Объясняет Малдем, если близко, дорого не продашь. То есть, чем дальше, раньше было всегда чужеземный товар, он более дорогой. И если ты, ну, то есть, я еще сейчас вспоминаю, вот в советское время, даже, даже там привезено что-то из Грузии, из Азербайджана, из Прибалтии, не говоря уже о дальних странах западных, да, вау, это было что-то удивительное. А в древности, все, что у тебя есть, вообще человек так устроен, все, что у него есть, он перестает ценить, а он наделяет ценностью то, чего у него нет. Так вот, доблестная жена, она в курсе всего этого, и она издалека приносит свой хлеб, как купечистые корабли. Пятнадцатый отрывок. Вэтакамбоотлайла. И встает она, когда еще ночь, то есть, она встает прямо с восходом солнца, с зарей. Вэтакамбоотлайла. Встает, когда еще только ночь. Ватитентерефлибейта. И она дает, раздает, тереф, это добыча, то, что муж принес. Она раздает своему дому в Эхокле на Ратея и установленные нормы еды для служанок, для слуг. То есть, она еще является менеджером таким. То есть, она должна быть еще менеджером по распределению заданий. Да? Просто удивительно, удивительно, как это все уживается в одной женщине. Поэтому многие, многие мудрецы, комментаторы, они говорят, что это не про жену речь идет. Что, ну, не может такого быть, чтобы в одном человеке было столько достоинств. И поэтому они говорят, что доблестная жена – это интеллект человека. То есть, у человека должен быть интеллект, который способен решать все вот эти задачи. Так объясняют одни комментаторы. А другие комментаторы говорят, что доблестная жена – это Тора. Что интеллект-то есть у всех. Важный интеллект заполнит знаниями. И вот из Тора можно получить все вот эти вот знания, которые необходимы человеку для жизни. То есть, понятно, да? Интеллект – это как бы коробка, программное обеспечение, которое заполняется знаниями. Вот три объяснения есть. Что доблестная жена – это интеллект. Доблестная жена – это Тора. И третье объяснение, по которому мы идем, самое простое. Что доблестная жена – это доблестная жена. Потому что женщина тоже человек. И, значит, даже если это интеллект или это Тора, то женщина тоже может все это заполнить себе голову. Доказательство, что есть женщины, как Софья Ковалевская. Есть женщины, как... Ну, там... Какие еще есть женщины знаменитые такие, которые умные? Софья Ковалевская, опять же. На сегодня есть две самые большие страны Европы. У них... У них руководят этими странами женщины, кстати. Да, удивительно, что две самых крупных страны Европы находятся сейчас под руководством женщин. Представляете, это Англия и это Германия. Правда, здесь есть тоже один нюанс, что и Тереза Мэй, и... И... Как их зовут? Ангела Мертель. У них нет детей. То есть, они, в принципе, с одной стороны, они удались как руководители, но с другой стороны, они не реализовались как матери. То есть, как-то, может быть, это связано. Хорошо. Теперь дальше. Царь Самон перечисляет следующее. Шестнадцатый отрывок. Что еще должна делать доблестная жена? Прям записывайте, женщины, записывайте. Замемаса Девы Тикахэу. Значит, она задумала купить поле и купила его. То есть, она должна еще заниматься девелопментом. Девелопментом, то есть, покупать поля. Мепри Капеа Ната Карен. Она заработала от того, что наторговала там хлебом и шерстью с леном в предыдущих отрывках. И она увидела поле хорошее и, значит, задумала и купила его. И от плодов своих рук она на этом поле насадила виноградник. То есть, она еще смотрит вперед-вдаль, насадила виноградник. Представляете? Даже, смотрите, если это интеллект, то тоже хороший план действия. То есть, тут нужно понять, что человек должен заниматься производительным трудом. И можно заниматься тканями. И, значит, можно заниматься торговлей. Но для всего этого нужно вставать, пока еще темно. И раздавать еду своим домашним. То есть, нужно давать своему телу. Это, если говорить про интеллект, то нужно телу дать зарядку. Это дать хлеб как бы своему телу. Это дать, чтобы была энергия и здоровье. Дальше. Нужно покупать поля и насаждать в них виноградники. Семнадцатый отрывок. Хаграбы осматнея. Значит, опоясана силой такой ее руки. Да? То есть, она сильная такая эта женщина, доблестная жена. То есть, она занимается фитнесом, она занимается йогой, пилатесом. То есть, она именно тренирует руки. Руки можно тренировать прямо сидя даже в офисе. Если она бухгалтер, то она может с гантелями каждый час скачать себе бицепсы. Потому что написано, что опоясанной силой ее руки, ватаамец заратыя. И ее, как бы, зраим, ну, вот эти вот части рук, они напрягаются. То есть, она не ленивая, вообще не ленивая. Она все время в движняке такая, прямо вот это, эшетхайль. Да? Но на первом месте ба тах ба лев ба ла. То есть, уверен в ней сердце мужа. Потому что, если муж в ней не уверен, что она полностью с ним, тогда он будет это воспринимать как конкуренцию. Тогда он это будет воспринимать как нападку на себя. И, возможно, это будет к худшему. Поэтому, первое, нужно всегда сохранять вот эти вот в отношениях ощущение уверенности друг в друге. Ощущение такого, что это брак навечно, навсегда. И чтобы не было вот этого сомнения, что вот сейчас ты виноград соберешь и меня бросишь. Или что если мне будет тяжело, то ты меня бросишь. То есть, жена может, например, критиковать своего мужа. И мужчины это могут воспринимать как нападку на себя. Понятно, да? То есть, здесь очень важно все время держать в первом, как бы, первым главным фундаментом. Батах ба лев бала. То есть, уверенно в ней сердце ее мужа. И эту уверенность нужно подпитывать и сохранять. Дальше. Тама китов сахра. Тама это она размышляет, чтобы хорошо поторговать. То есть, она умеет торговаться, она умеет тратить деньги, она умеет считать деньги. И ло их ба ла ла нера. И даже ночью не гаснет ее свеча. То есть, она реально такая работяга, работяга. И днем встает затемно, ложится поздно. И все время занята производительным трудом. Торгует, покупает, продает поля и так далее. То есть, в принципе, тот миф, который на сегодня ставили в голову женщинам, что женщина это потребительница, что женщина это кукла, что женщина это кукла Барби такая, да, которая только должна краситься, украшаться. Этот миф, он выгоден продавцам косметики, продавцам одежды. И получается, что когда женщины идут на поводу у всех этих журналов, там, глянцевых, которым просто нужно продаваться, и они у всех вот этих вот модельеров сумасшедших, да, которые вообще реальные, ну, все нетрадиционные ориентации, они реально, им нужно, всем нужно продавать. И вот они запутали женщин в свои сети, да, в свои вот эти глянцевые журналы и превратили женщин в объекты сексуального влечения. Почему-то женщина считает, что вместо того, чтобы заниматься производительной деятельностью, вот прям все как перечислено, она должна прилагать какие-то супер-мега усилия. Знаете, раньше женщины вообще одевали корсеты и умирали из-за этого. Они так себя сдавливали, чтобы была тонкая талия, там, ломали себе ребра и так далее. То есть женщин превратили вот этот мир нееврестий, нерелигиозный мир, женщину превратил только в объект сексуального влечения и сексуального потребления. И женщины борются друг с другом, вот эти силиконовые губы, груди и так далее. Это просто кошмар какой-то, да, вот смотришь, с точки зрения нормального мужчины, это ужас, это полный кошмар, во что СМИ превратили женщин. И это не мужчины превратили женщин, это СМИ, конкретно которыми рулят ненормальные люди. И они превращают женщин вот в эту погоню за каким-то мифом, красота какая-то, непонятно что, да. Нет, женщина должна трудиться. Та амати, то в сахарах, она обдумала, что хорошо она торганула. Лоих бэ валай ланера, что не гаснет и даже ночью ее свеча. Она ночью считает, там, подводит бухгалтерские книги, то есть реально все надо подсчитать. Значит, она руку шлет, руку шлет, сейчас. Значит, она здесь посылает руку свою людям кошерным. Кошерным, то есть она помогает всем. То есть она помимо всего прочего, да, помимо всей вот этой вот домашней деятельности и производственной деятельности, она еще помогает людям. Дальше идет помощь людям. И она помогает всем. Есть два вида помощи. Есть, когда ты помогаешь людям, которые, это будет следующий отрывок, бедные, обездоленные, несчастные, там, инвалиды и так далее. Значит, но есть, которые помогают просто людям, это называется гмелут касадим, то есть гмелут касадим, когда ты помогаешь просто людям, делаешь добро. Вот здесь девятнадцатый отрывок. Ядэ ашил хабатишер, то есть она руку посылает вот просто прямым кошерным людям. Вэкапэ там хофалэ. И она помогает, поддерживая тех, просто поддерживая тех, кто вокруг нее. Значит, и все, мне кажется, мы сегодня уже затянули уже столько отрывков. Двадцать семь минут. Все, давайте на этом пока остановимся. У нас есть еще десять отрывков до конца притчи. То есть, десять отрывков до конца притчи. Значит, в следующий урок мы или один нам остался урок, или два. Прям сделаем торжественное заключение. Давайте подведем итог. Значит, доблестная жена, она нужна человеку, а если вы, она нужна мужчине. А если вы женщина, то нужно быть доблестной женой. Лора Музыковская, никогда не поздно стать доблестной женой. Значит, все. Теперь, чтобы быть доблестной женой, нужно соответствовать перечню притчок, перечню вот этих вот требований, да, это как сертификация доблестных жен. Вот, но самое главное, чтобы Батах, Баалев, главное в семье доверие. Правильно, вот Яков Шататин сделал два очень хороших вывода. Первый, что главное в семье доверие, а второе, женщины созданы для труда. Это очень правильный вывод. И есть смешной урок, я одну шутку скажу, поймут все, которые знают иврит. Есть в, значит, в Мишли есть такой отрывок. Работ Макшивот Белев Иш, Ва Ца Ташем и Такум. Значит, работ Макшивот Белев Иш. Много замыслов в сердце человека. Ва Ца Ташем замысел Бога и Такум. Значит, она, замысел на иврите, это женского рода, она встанет дословно. То есть, когда человек, у него много мыслей, но вот та мысль, которая реализуется, его решение, это уже решение Бога. Это уже то, что выходит в реальность. И, значит, ну напишите, Талия Рафальская, напишите царю Соломону письмо, прямо, или комментарий на Мишли, что он другое имел в виду. Я только говорю один из комментариев. Так вот, и один религиозный очень мужчина спит со своей женой, и у них родился ребенок, маленький ребенок, ночью плачет. И они оба просыпаются, и жена ему говорит, встань к ребенку. Он говорит, я бы встал, но я не могу. Потому что царь Соломон в притчах, он конкретно сказал от имени Бога, что совет Бога какой, она встанет. Это написано, она встанет. Все, раз написано, она встанет, вставая к ребенку. И к тому же он мог еще сказать ей, что вот так он будет Лайла. И она встанет, пока еще ночь, и ночью не гаснет ее свеча. То есть ему есть на что положиться. Но еще раз скажу, что это все обоюдная история. И когда есть доверие, то люди могут спокойно обсуждать и приходить в каждой ситуации к какому-то решению. И если у них нет решения, они могут сходить к раввину, посоветоваться. То есть главное, чтобы было доверие. Когда нет доверия, тогда скандал, желание продавить свое и так далее. Когда есть доверие, и оба понимают, что для них, для обоих ценно именно семья, будущее и так далее, то тогда они, значит, будут двигаться дальше. Вот по вопросам воспитания можно, я советую обращаться, Рафаэль Шустер. Воспитание с удовольствием. То есть Рафаэль, он отец многих-многих детей. Дай Бог здоровья ему, его семье, его детям. И он именно на собственной практике, плюс изучение, он профессиональный эксперт, умеет обучать, коуч, раввин, много лет учит Тору. Значит, можно по вопросам воспитания с удовольствием обращаться к Рафаэлю Шустеру. Видите, вот он как раз смеется. А что такое Лефиминга, это супер жесть, это о чем супер жесть? Хорошо, очень, напишите свои комментарии, поделитесь с уроком, обсудите это, главное не ругаться. Главное, чтобы был шалом, шалом байт и шалом жизни. Все, удачи, успехов, хорошего дня.